Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем наш семинар. Безиндикаторный анализ основных валютных пар. С вами Кирилл Рудович, менеджер-преподаватель официального партнера Альпари в городе Минске. Вижу, что тут уже немножко шороха пошло, что в чате с нами преподаватель с Новосибирска. Мой коллега обещал мне поставить плюсик сегодня за то, что я ему оказал небольшую помощь и подсказку. Так что не переживайте. Напомню, для всех, кто онлайн смотрит, можете задавать свои вопросы в чате, пишите, спрашивайте, что интересует, что хотите спросить. Вижу все ваши вопросы, на них стараюсь отвечать сразу, как только поступают. Если окно чата неактивное, тогда надо авторизоваться в личном кабинете, либо личный кабинет зарегистрировать, если пока что у вас личного кабинета еще нет. Регистрация буквально 2 минуты на сайте у вас отнимет времени и сможете уже скачать торговую платформу и продуктивно работать. Для тех, кто впервые нас включил, трансляцию, скажу, что проводим анализ без использования каких-либо индикаторов, сложных торговых систем, каких-то запутанных больших огромных расчетов. Смотрим цену, уровни поддержки, сопротивления, пытаемся, собственно, от них уже работать. Вижу, ребят, все комментарии, да, сейчас я их буду потихоньку озвучивать. Это, собственно, торговля по новостям. 16.30 по США плюс 17.15 добавочка, да, это на сегодня то, что у нас планируется. А теперь по торговле, да, фунтик пока что, к сожалению, увы и ах, да, пошел против нас, хотя у меня были все такие же мысли, что, в принципе, статистика будет в нашу сторону, но положительная динамика пока пытается торговаться в нашем направлении, туда, куда мы смотрим. Пока что держим еще, я думаю, что есть смысл держать, да, в принципе, я думаю, что за свое, скажем, усердие, да, получим мы вознаграждение в виде профита, да, то есть пока что держим, по крайней мере, я собираюсь еще держать, собственно, позицию, до стопа еще далеко, ну, если уж стоп и заберут, то, собственно, собственно, и можно будет что-то уже дальше думать. Пока же, пока же позицию держим. Плюс я еще добавился поастралиц в продаже, зачем добавился, сейчас все подробно расскажу. То есть по фунду пока что для тех, кто не открывался, да, собственно, стоит подождать, что называется, да, то есть не спешите пока с позицией, со входом в позицию. Собственно, кто уже открыт, да, ну, что могу посоветовать, в принципе, держать позицию так же, как и я планирую пока что попридержать позицию, хотя на сегодня пока что развивается все не так, как мы планировали, не по тому сценарию, да. Ну, вот Константин удачно зашел. Собственно, вижу, что есть, скажем, желающих, которые хотят закрыться, но в любом случае каждый выбирает для себя, да, то есть решает, как он будет торговать, каким мысль. В принципе, есть, скажем, потенциал сделки и есть возможность держать. Если бы все было так просто, то, наверное, все бы зарабатывают. Да, если зашел, открылся сразу, профит тебе зафиксировал, вышел и все. Так что все будет нормально. Вот, ну, по крайней мере, самое плохое, что нас ждет, это просто стоп-лосс. Я надеюсь, что это вход у вас был не всем депозитом, не всем объемом, а согласно риск-менеджменту, согласно мани-менеджменту. Так что, дело поправимое. Ждем открытия Америки, а там уже посмотрим, что будет и как, да. Это, собственно, по фунту. Дальше, евро-доллар. Собственно, по евро-доллару, да. Что у нас по евро-доллару? Пока что настрой на снижение, несмотря на то, что здесь немножко подросли, да. Хотя те новости, которые были там по евро, да, то есть их практически я что-то и не заметил, если честно, выхода на 13.00, которые были, какая-то реакция очень вялая, ничего подобного не было. Пока что настрой по евро на снижение, в принципе, у меня в моменте было, скажем, желание переложиться с фунта на, собственно, на евро, да. Но решил все-таки держать фунта, так как знаю, что многие из вас тоже зашли тут по моей рекомендации, было бы, конечно, не совсем правильно спрыгивать. Хотя, если бы был удачный момент, конечно же, переложился бы. Но это так, к слову. Вот, по евро-доллару, что сейчас, пока я думаю, что есть мысль ждать снижения. Единственное, что можно было чуть-чуть повыше зайти, если кто бы заходил в текущие цены. Ну, либо же ждем развития ситуации, ждем, точнее, открытия американской сессии. Посмотрим, что они предложат. Но вообще мысли, идея именно на снижение, снижение по евро-доллару, укрепление доллара. Если посмотреть, скажем, разложить по всем остальным парам, собственно, можно, скажем, сделать некоторые выводы о том, что идет укрепление именно доллара США. То, что фунт пока что упрямствует, ну, не был бы он фунтом тогда, если бы он так ходил. Так, Эдуард уже пишет нам такие комментарии интересные, да? Ну, что ж, посмотрим, время покажет. Идем дальше. По евро-доллару, я думаю, понятно, по швейцарцу. Так, Джамал зашел только по селл по евро. Что ж, зашли держать все, что я могу сказать. А только что говорил, по евро, да, то есть мы ожидаем движение вниз, соответственно, по швейцарству, как вы видите, все растет, даже не собирается откатываться. Ждем, собственно, дальнейшего, скажем, роста по швейцарству, хотя я как бы уже показывал, да, что мы под максимумом стоим, да? То есть, особенно мне вот интересно, мы подходим к уровню, который был у нас 15 января, да? То есть, когда многие, собственно, брокерские компании были испытаны на прочность и, собственно, на этом движении, да? Вот, смотрим, смотрим, в принципе, что получится. Я думаю, что будем дальше расти по швейцарству. Самое время уже переключаться на недельный график и, собственно, смотреть, проводить анализ по нему. Я думаю, что вполне реально обновить, собственно, максимум, которые были до 1.02, 1.03, а швейцарец может и докарабкаться. Так, Наталья пишет на А4 по евро закрывшаяся свечка типа Доджика. Да ни к чему, в принципе, внушить, скажем, может ложное движение, может, по, собственно, поддержали, пока не дали, скажем так, быстро снизиться, невыгодно было, да? То есть, если речь идет именно о этой свечке, да? То есть, пока что, пока что, собственно, ну, просто, скажем, ложный задер, ложный момент, не более того, да? То есть, чтобы дать кому-то надежду, законтор трендить, зайти в самом начале восходящего движения и так далее и тому подобное. Ну, по крайней мере, это мои взгляды, да? Константин совершенно верно пишет, ЮК, только там ЮК, это была, собственно, отдельная компания, которая просто под брендом работает. Ну, в общем, вы сами знаете всю эту историю, мне рассказывать, я думаю, нет смысла, да? Так, по фунту, собственно, мы уже поговорили с вами. Ждем, 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 пока же он образумится, да, да, пока что упирается, но я думаю, что вырулим мы. Мы к профиту и, в принципе, в принципе, все будет нормально. Дальше идем по доллар-иене, по доллар-иене, как видите, начинается рост, я думаю, что по бакса-иене мы попробуем обновить максимумы, да? То есть, попробуем мы 123.45 и выше сходим, да? Там интересно, кстати, открывается, собственно, тоже дневку, уже надо смотреть для иены, интересное поле для движения, для роста, да? То есть, не исключено, что и вовсе 125 можем, в принципе, сходить. Так что по иене пока что смотрим аккуратно. Единственное, что... Так, Светлана пишет, что будет выносить нервы, потом пойдет туда, куда надо. Ну, в принципе, так движения все устроены. На счет раз 10 сострить профит на чем-нибудь, ну, можно на счет 10 убытков получить маленьких, но стопов, да? То есть, такое тоже может быть. Я уже тоже немножко поскальпил, получил два стопа коротких. Думаю, что затея была не самая лучшая. Вот, а что по иене, да? То есть, по иене пока ничего мы не делаем, собственно, ждем, пока цена перевалит за 123.40, тут примерно отметка. И, собственно, как только данный уровень падет, как только цена за него переберется, можем, собственно, искать покупки, да? То есть, не сразу ставить отложки, там, байскопы на этот уровень, а именно от этой отметки искать точки для входа на покупку, точки для входа в ванги, да? То есть, это в случае, если цена переберется за 123.45 ориентировочно и попробует дальше двигаться. Собственно, как-то так. По доллару иене, да? Как только переберется, тогда ближайшая цель 125, я думаю, что это будет наиболее реальная цель. Причем, что после движения, после того, как цена этот уровень попробует взять, движение будет весьма и весьма, скажем, крепкое, да? То есть, по крайней мере, это, на мой взгляд. Видим, что этот уровень, текущий уровень, который на данный момент, он уже не совсем, не совсем, скажем, держит. То есть, попытались пару раз пробить, от него далеко цена не ушла. Трасса откатилась, да, и стоит, собственно, на уровне, но пока не хватает сил. В любом случае, понаблюдаем, да, возможно, поение переложенства в покупке. Вот, то есть, сценарий мой на продаже, который был, собственно, уже отменяется, как вы могли понять. По канадцу растет, в принципе, вслед за рынком, что не могу сказать по нему, опять же, то есть, сложно сигналы, сложно высмотреть что-то. Собственно, вот Светлана пишет по поводу канадца, да, смотреть за нефтью и стричь канадца. Вот, ну, у меня, как бы, мнение, наоборот, другое складывается. Довольно-таки сложноватая пара. Да, и торговать за поводырем сегодня на рынках как-то не самый лучший вариант, да. Ну, у каждого свои подходы, свои взгляды, я пока высказываю свои мнения, да. То есть, по канадцу пока же, ну, ничего. Был у нас здесь небольшой уровень, от которого, в принципе, можно было приложиться, но не более того, да. А что сейчас, в принципе, можно ожидать, скажем, небольшого отката, то есть, попробовать, собственно, либо на откате его взять немножко, да, либо же подождать, да. То есть, здесь отметка довольно-таки интересная, цена пытается пробиться, но пока что, пока что, я бы, скажем, не советовал заходить в продажи. Почему? То есть, вот этот уровень, да, отметка, собственно, у нас на графике, от которого можно, собственно, и попробовать поискать продажи, если они действительно стоят, если цена действительно начнет разворачиваться, да. Пока же, пока же мы видим, что на этом уровне идет, скажем, борьба, и не особо цена-то и желает развернуться. То есть, дальше не пошла вверх, да, но и, собственно, вниз пока не спешит. Поэтому по канаду, собственно, оставляем, что называется, без внимания, ждем, смотрим, что получится дальше, да, что из этого получится. Пока же, пока же на этой отметке, скажем, будем иметь в виду, да. Идем дальше, давайте по австралийцам. Что по австралийцам, пока что зашел в продажи по австралийцам, также, собственно, от прошлых уровней. Единственное, что пока не особо-то он и радует, не особо собирает двигаться, хотя есть признаки того, что цена потихонечку будет разворачиваться, потихоньку будет двигаться в нашу сторону. Да, хотя, хотя, еще, что называть, спорный вопрос, но вверх цена уже не двигается, собственно, можно, можно, собственно, ожидать разворота. Да, а по стопу выставился за следующий уровень, за верхний уровень. Так, Константин предлагает, пора коллективно заниматься йогой, успокаивать нервы. Ну, да, хорошее предложение, хотелось бы, собственно, посмотреть на это. По австралийцам, собственно, выставился за вообще верхний уровень, за отметку, в принципе, в пунктах это немного, да. Порядка 25 пунктов, собственно, ждем пока разворот. На самом деле, если брать в пунктах по австралийцу, минус 5 пунктов, это пока не показатель, да. То есть, больше настораживает именно фунт, который очень сильно упрямствует. То есть, упрямствует прямо, да, до безобразия. То есть, вот это больше и, собственно, нас смущает, да. То есть, по австралийцам пока ничего. В случае, если фунт будет упрямствовать, хотя бы австралийцам перекроем какой-нибудь вероятностный стоп, если получится, да. То есть, хотя бы частично. Так, Светлана с Андреем завели уже диалог. Если ком перевернуть, то, в принципе, фунт движется в нашу сторону, да. То есть, наверное, Эдуард подметил. Вот, но в любом случае, без паники, Сергей правильно пишет, надо соблюдать, собственно, money management, risk management. Но, как бы, Сергею, собственно, хочу сказать одно, что разгружаться тоже надо, разгружаться тоже полезно. То есть, мы не роботы, люди не роботы, и достаточно сложно держать все это в себе, да. То есть, бывает, что после какой-то ударной недели, выходные, чувствуешь себя, ну, выжатым максимально. Так, что-то еще Игорь предлагает скупать небольшими лотами евро-доллар по 20, 10 пунктов снизу вверх и проставить лимитники. Ну, это затея, кому, собственно, надо приключений, да, можно послушать Игоря, но я бы не советовал так заниматься, собственно, таким методом, то есть, такой стратегией. Да, это что касаемо австралийца, видим, что он потихоньку выруливает. Ну, выруливает, да, и хорошо. Так, 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 по новозеландцу, в принципе, та же история, что и по, собственно, по австралийце. Я думаю, видим, что он потихонечку разворачивается, я думаю, что будет продолжать нисходящее движение. И тот уровень, который сегодня его придержал, попридержал сегодня-вчера, думаю, что будет взят, и Новозеландец потихоньку тоже будет двигаться вниз. Да, по крайней мере, где-то у нас есть, собственно, отметка до, в этой области порядка 230 пунктов. В этой области можно будет, собственно, и что-то подзаработать. Да, то есть, по крайней мере, есть, скажем, идея, что раньше, чем дойдя до этой области, навряд ли он развернется. По крайней мере, такие мысли. Хотя, хотя, может, конечно, случиться и всякое. В любом случае, пока что настрой именно, собственно, на шарты. То есть, настрой на продажи по новозеландцу. Да, единственное, что открыто я по австралийцу. Нет смысла сейчас заходить по новозеландцу, но в то же время, в то же время, если кто рассматривает, можно попробовать зайти. Единственное, что отложка и немножко пониже, да. 64, примерно 60, то есть, не раньше зайти по этой цене. Вот, это шток Саймон Новозеландца по золоту. Так, комментарии идут, идут. Правильно, не надо торговать против ветра. Сергей правильно пишет. Андрей решил оказать в сослуге психоаналитика для Светланы. В принципе, в принципе, интересное предложение. Да, то есть, шток Саймон Светланы, наших завсегдатаев, да. Кто постоянно смотрит, надо отдать должное. Светлана очень часто заходит как раз-таки на самом пике разворота на макушке. Побольше бы, скажем, терпения, и можно будет снимать, скажем, сливки. То есть, от разворота до разворота. Так, Алексей, по поводу этой профи по новозеландцу пока что не скажу. Почему? Потому что стоит дождаться, скажем, развития событий, как он двинется, да. То есть, ну, до профита еще далеко, да. Ориентир какой? То есть, надо смотреть, вот эта зона, сама вот эта зона будет, да. Она будет нашим ориентиром для тейк-профита по новозеландству. То есть, в этой зоне надо смотреть, где начнет он потихоньку разворачиваться. Сейчас по целям не могу сказать точно, да, по уровням отложить. Надо будет смотреть, как на торговаться. Как только начнет, собственно, разворачиваться, да, тогда будем смотреть, либо начнем частично фиксироваться. Обычно, если не видим, скажем, тейк-профита, да, ну, не знаем, где его поставить, цель, берите, надкладывайте один к трем к стоп-лоссу для начала, да, а потом уже смотреть по ходу движения, где корректировать позицию, где что делать. По золоту. Так, идем. Что-то нам еще пишут в чате, интересно почитать, да, то есть, в чат такой идет. Светлана почитала фибоначников, по 2-3 тысячи слили на какой-то волшебной стратегии. Но это неудивительно, да, то есть, волшебная стратегия и волшебные, собственно, заработки, и волшебная статистика, и все должно быть волшебное при волшебной стратегии. Так, 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 пошли обсуждения, когда и что заходить. Ладно. По золоту, да, что по золоту, видим, что по золоту развернуться не получается, да, то есть, все-таки направление движемся вниз, я думаю, что продолжим мы двигаться вниз. Смотрим недельный график, мы обмежем уже, скажем, тесновато, да, но в целом, в целом пока что по золоту надо ориентироваться на прошлые отметки. Единственное, что хочу сказать, да, было это достаточно давно, там 945 и дальше. Я думаю, что, в принципе, реально увидеть стоимость золота меньше тысячи. То есть, меньше тысячи вполне реально, да, хотя послушать, допустим, аналитиков, фундаменталов, в один голос утверждают, что будет дальше дорожать, что это эти цены ниже себестоимости добычи, никто не будет добывать и так далее и тому подобное, да. Это все может быть отчасти так, но пока, собственно, цены дойдут, пока там свернут добычу, пока, собственно, предложение на рынке сократится, то пока цены выровняются, мы уже успеем на этом заработать. Так что, я думаю, что по золоту вполне вероятно, там 980-970 за унцию очень и очень вероятно. Да, это что касаемо золота, по серебру аналогично. Так, Светлана решила поделиться торговлей, как можно больше посаживать в свою сторону, вкратце, помогли мои семинары. Ну, это хорошо, что помогли мои семинары, я на самом деле только за, только рад, да, то, что кто-то пользуется, по крайней мере, такой же философией торговли, философией трейдинга, как я, да, с такими идеями. Вот, так, Арсений в печали у нас, ну, ничего страшного, печаль пройдет. Так, по серебру видим, что, опять же, пытается развернуться, да, по серебру, но не получается, вполне возможно, что по серебру, в отличие от золота, все же получится какой-то разворот сделать, получится какой-то сделать рывок наверх, да, но есть сомнения, да, то есть, есть еще сомнения, напомню, что я предлагал, скажем, закрытие ГЭПа, как по золоту и по серебру, и от него по кубке, пока же я сейчас сомневаюсь насчет этой идеи. А фунт совсем уж уже отбился от рук, да, то есть, движется не в нашем направлении, но ничего страшного. Так, Максим, есть предположение, что австралиец вверх стрельнет на новостях. Ну, посмотрим, в принципе, Максим, спасибо за предупреждение, да, то есть, у меня предположения были похожи, но я пока же, наверное, останусь при своем, то есть, еще посмотрим, да, куда он стрельнет. Сейчас мы еще раз пройдемся, скажем, по фунту, по австралиец, помозгуем, что может быть и как может быть. Так, по рублю, как вы видите, остался он в диапазоне 65-67, да, то есть, не знаю, кто из вас торгует, не торгует, но пока же я бы, наверное, все-таки выдержался от каких-то здесь торговли. Светлана правильно писала, кому, собственно, надо торговать рублем, да. Есть, скажем, более точные, более лучшие, более выгодные, собственно, входы, да, по другим парам, поэтому по рублю, я думаю, что лучше отложить. Отложить это на потом. Так, возвращаемся к фунту, что там получается. Максим говорит, наш 4, канальчик красивый, к пробитию готовится. Ну, у меня другие взгляды, скажем, да, на этот момент. Во-первых, во-вторых, мне, если честно, переживать не приходится, потому что, почему? Потому что есть у нас топ, объем позиций соответствует, в принципе, моим взглядам на money management. Я понимаю, что про австралийца, Максим, просто фунта открыл, глянусь мимолетом, что-то происходит, да. Скажем, есть, ну, открытая позиция соблюдения money management, не 3 лота, там, не 2 лота открыто, да. То есть в процентном соотношении мне более чем комфортно. А по стопу, стоп здесь совсем не гигантский, 25 пунктов, в принципе, это вполне допустимо. Насчет того, что он там стрельнет вверх, у меня очень большое сомнение. Скорее будет с точностью, да, наоборот. Так, Александр пишет, сам торгуете без индикаторов или это просто уроки так. А, естественно, я сам торгую без индикаторов и, как бы, уроков по индикаторам у меня нет в принципе, да. Почему? Потому что я не разбираю такие моменты, касаемые, там, индикаторной торговли, Fibonacci и прочее, 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 да. То есть я уже, наверное, высказываюсь по этой философии много раз и понимаю просто, как бы, людей, да. Почему вот люди идут, там, на курсы, там, по Fibonacci, на курсы, там, по индикаторам и прочее, потому что проще простого, там, растянуть Fibonacci, да, чем сидеть, рисовать уровни, думать, где там баланс на рынке, кто кого пытается развести, кто где там пытается позицию набрать, да, где там цена будет отбиваться, где не будет, да. Зачем это ломать голову, если можно взять Fibonacci, собственно, развести все это дело, растянуть и вуаля, точка входа, точка выхода, там, take profit, stop loss, там, по уровням, даже, там, 258, какие-нибудь еще что-то, да. Так, Игорь пишет вопрос, естественно, не разрешается на собственные средства торговать, это же не реклама, если бы я был, собственно, сам по себе, да, то было бы совершенно все иначе. Вот, собственно, поэтому пока что так, повторовиться держим, даже если что-то случится страшнее, чем stop loss, ничего не получится. Ну, и дальше по фунту, пока что фунт в рамках приличия, не будем мы ничего по нему менять, ждем, да, в случае, конечно, если все это дело у нас не пойдет, да, то есть порядка 48 пунктов, конечно, будет неприятно, но в целом же, в целом мы к этому готовы. Собственно, так пишет Светлана, не учитывает ни новости, ни баланс, ни время работы, как, возможно, казино какое-то. Ну, естественно, это все дело, там, фибоначчи, да, то есть просто последовательно, да. Ну, хочется задать вопрос, если взять другую последовательность, например, там, какую-то арифметическую, да, либо еще какую-то, да, то есть понятно, что, ну, почему по ней не торговать, почему вот именно фибоначчи последовательно, да, то есть такое ощущение, что кто-то сидит на рынке там и по этим уровням откладывается. Нет, конечно. Так, новости у нас в 16.30, да, еще нам, в принципе, час, наверное, так, 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 Олег нам пишет, собственно, по фунту иене пора продавать. Да, сейчас по фунту иене я, наверное, не полезен мы туда, да, почему, потому что по фунту у нас уже есть, скажем, позиция, нам, в принципе, ничего здесь придумывать не приходится, да, то есть так, Ксения вопрос задавала, любят все деньги считать, конечно же, да, как и что, ну, естественно, это деньги не мои, то есть мои деньги на других счетах, да, то есть которых торгуют, собственно, они. Немножко по другой системе и немножко с другим подходом, вот, данный счет, естественно, для проведения, собственно, аналитики и показать вам, как я работаю, скажем, в общем смысле, да, естественно, много чего я здесь показывать не буду, да, то есть почему, я думаю, понятно. Вот, все, что я могу сказать. Так, в принципе, глянем еще евро-доллар, мне время позволяет, если какие-то вопросы есть, напомню, что вы можете мне их задавать, я все вопросы вижу, да, и на них стараюсь сразу же и отвечать. Вот, что по евро-доллару, по евро-доллару пока что качели, да, и ничего не получается. Так, Светлана пишет, ведет мои сделки, чаще прав, чем не прав, зарабатываю на другие сделки. Ну, естественно. А просто почему хочу сказать по поводу, там, сделки и так далее, почему я не всегда, даже не то, что не всегда, наборок, всегда советую не копировать сделки, да. Потому что у нас обзоры два раза в день сегодняшний выходят, да, то есть с утра и вечером. С утра была одна ситуация, мы зашли, да, я мог ошибиться, я мог пересмотреть какие-то свои идеи, взгляды, да, и могу просто-напросто перевернуться, да, могу закрыть сделку, открыть другую сделку, короткую где-то, да. То есть я могу маневрировать, а вы, открыв эту сделку, ждете, допустим, развязки, да, хотя развязка уже была давным-давно. Поэтому копировать, либо если копировать, да, то уже, ну, там, минимальный объем, минимальный, собственно, там, вход, да, по манименеджменту, но не более того, да, то есть чтобы вы, эта сделка, да, не могла вам, там, причинить какого-то вреда. Понятно, что это не одна моя сделка, у меня порой бывает, там, ну, 8-9 делок даже в день иногда, да, где-то зашел, не пошло, где-то пошло, где-то отработан. Вот, ну, 4 раза в день предлагали уже, собственно, запустить вообще лайв-трансляцию, но, собственно, собственно, мы от этого отказались. Так, Карен, вопрос, нет, лично трудно дается, нет четких стопов, лоссов, часто закрывать сделки просто в виде фразоро, чего не получается, просто забыть про сделку. Такое возможно с моей стратегией, Карен, такое возможно, да, единственное, хочу сказать другой момент, да, что это будет возможно, если торговать позиционно, но позиционно как-то, да, стоп-лосс будет не 25, не 30 пунктов, да, стоп-лосс будет порядка, там, 100 пунктов, даже больше. Можно, естественно, и по тейк-профиту будет, ну, соотношение где-то полтора, может, два, да, то есть там все разговоры о том, что, например, какое-то соотношение, там, 1 к 5 стоп-лосс тейк-профиту дает какое-то преимущество, я не согласен с этим, да, почему? Ну, потому что пока вы этот тейк-профит получите 1 к 5, вы 5 стопов схватите, да, то есть по статистике получается так же. Вот, это что я хочу сказать по поводу стратегии. И тогда входы у вас будет, там, не каждый день, да, входы, а возможно, там, 2-3 сделки в месяц, ну, не более того. Вот, и это, как бы, если поставить четкий, там, стоп, четкую цель, четкий вход, да, и не париться. Естественно, что могут быть и стоп-лоссы срабатывать, и стоп-лосс также будет крупным. Понятно, что это я не показываю на практике, почему? Потому что, ну, я не думаю, что вам интересно сидеть и смотреть, как у меня там болтается какая-то сделка. Пример сделки можете поднять по серебру, которую мы заходили в сделку, и там мы держали ее больше недели, сделку, да, и, собственно, какой был результат. Вот, аналогично можно торговать и по валютам, но вы должны сами понимать, что такие движения, они не каждый день происходят, и не каждую даже в неделю, и даже не каждый месяц, да. То есть, может так получиться, что вообще не будет сделок, там, на протяжении 2-3 недель. То есть, если готовы к этому, то да, единственное, что надо большой депозит, да, и, соответственно, чтобы, ну, риск-менеджмент соблюдался, money-менеджмент, тогда без вопросов. Вот, а то, что там приходится юлить что-то, ну, это интродэй торговля, ничего, поэтому ничего не сделаем. Вот, то, что я хотел вам рассказать, вижу, пошли уже разговоры, наверное, надо делать какой-то отдельный чат, где будем все общаться, там, и так далее, и тому подобное. Я, конечно, вижу, людям с единомышленниками негде поговорить, а поговорить есть о чем, да. Подумаем об этом, подумаем, собственно, о том, что, какие есть предложения. На этом у меня все, следите за новостями, в 16.30, напомню, выходит статистика по США, быть осторожны, если кто-то там переживает, ну, не знаю, сбросьте часть позиции, да, либо пересмотреть там свои взгляды на позицию, либо попробуйте закрыться, перезайти потом, да, то есть тут уже как отношения, я пока что ничего менять не планирую, пока так и оставляю. На этом у меня все, встречаемся завтра с вами в 11.00 и, собственно, опять же смотрим, как торгуются рынки, какие есть движения, какие есть возможности. Всем хорошего дня и до встречи завтра. Продолжение следует...